Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Сегодня такой старый формат, как я отвечаю на вопросы, когда вы меня видите. Ну а сейчас в начале. Я зачитаю вам, а я распечатал, провел немалую работу. Я лично ответил под этим моим видео от 9 числа на сотни комментариев. Потратил очень много времени, проанализировал, но не впустую, потому что я выписал заодно некоторые вопросы, комментарии, повествования от вас, уважаемые зрители. Какие-то из этих вопросов, комментариев были благодарные, просто порядочные, разумные рассуждения, по крайней мере. Интересные вопросы, очень важные, нужные вопросы, на которые я сейчас вам отвечу, и вы получите на них ответы. И действительно, для этого надо было сделать отдельное видео. Вторая причина, почему я его сделал, были вопросы, просто честно говоря, откровенно, идиотские. То есть, где не просто отсутствие знаний, а отсутствие просто логики, абсолютно. И вот я укажу на эти места. Потом, есть то, в чем вы меня обвиняете, якобы в противоречиях, которых не было и нет, и быть не может. И это я поясню. Ну, а теперь я вернусь к стопке бумажек из пяти страниц. И давайте скажу следующее. Да, действительно, вот, кстати, я написал себе, зачитаю, ладно. Вопросы есть очень конструктивные порой. Вот, например, как сэкономить финансово, в смысле разумной экономии, возможно ли это вообще сделать, применяя, например, только препарат лисичку, а не весь набор, куда входят и другие грибные препараты и другие, да, не только грибные, травы и так далее. Можно ли это? В каких ситуациях? А как и сколько препаратов, каких давать детям, например, только лисичку или еще что-то, препарат гриб-лисичка. А почему люди много веков назад не использовали грибные препараты, там, травы и так далее, а жили с паразитами или как они жили, ну, в общем, да. Потом, помогут ли корки граната, там, сушеные, метод Чингисхана, чеснок глотать, кто не в курсе, цельные, да, там, либо порезанные пополам, подсушенные, полынь, там, пить траву и другие. И вот начинают перечисления, хотя я все предельно понятно сказал. Я ведь не просто частности сказал в своем видео, как во всех видео своих говорю, а я сказал алгоритмы, как бы нюансы главные. Не нужно тогда уже частности, если я принцип сказал. Ну, а есть неадекватные, как я уже сказал, ладно. И вот это видео крайне важно, и я прошу, если вы, конечно, сочтете это нужным и правильным, Ссылку на это видео после вашего просмотра перешлите другим, скептикам всяким, или тем, ну, кто вам дорог просто, чтобы хоть люди. Может быть, после этого видео, где я буду иногда и груб, не потому что я такой злой человек. Да, люди доводят порой до чего угодно могут довести. Тем более, человека с обостренным чувством справедливости, разума и там, логики. Довести можно любого. Ну, я буду предельно корректен, хотя иногда, возможно, груб, ну, кто с ранимой душевной организацией, не смотрите это видео тогда, вот и все. Итак, поехали. Вопросы прям подряд тут. Ну, какие-то по логике я тут успел расставить, но на все это время надо. Итак, Томас по-английски. Да, не надо убиваться, кому-то он пишет. Они есть сегодня у всех паразиты, без них лучше, но и с ними можно жить. Да можно и с раком жить, можно жить вообще-то и с, так сказать, дренажированной кишкой, как угодно можно жить. Если в остальном организм в порядке, а как он будет в остальном в порядке, если паразиты, которые потребляют либо питательные вещества непосредственно, например, часть нашей пищи, как ленточные черви, например, в кишечнике, либо как аскориды пьют кровь, либо как токсокары. В зависимости от стадии своего развития, например, личинки их там эритроцитами питаются. Личинки уже другой стадии развития, более крупные, на глазном дне питательными веществами. Очень многие в органах и тканях различных, ну а аписторхи едят клетки печени, и хинокок, альвеокок просто в тканях любых, даже в головном мозге от этого многие умирают. Ну, ладно. Если в остальном организм в порядке, вы на чистом питании, заморачиваться нет повода. Ну, дуракам, идиотам, которые себя как страусы, грубо говоря, всунув голову в песок условно, обмануть хотят, то тогда таким точно не надо заморачиваться вообще ни о чём. Вера в том, что они на живом питании, значит, они от сил защищены. Нет. Вы, конечно, от многого защищены, правда. Но от паразитов это только идиотом надо быть, потому что вы не сможете, вот как вы можете бороться, организм, через иммунные клетки, различные лимфоциты, макрофагиты, лимфоциты и прочие разные. Это одноклеточные организмы, по сути, клетки. Они могут убить, поглотить только другую, одну клетку путём фагоцитоза. По-другому невозможно, ну, там, с раковыми клетками ещё идёт борьба определённым способом, там, через ферменты, расщепляя оболочку тех же раковых клеток. Но у паразитов многослойная толстая оболочка, она защищена и от кислой среды желудочного сока, порой паразиты выживают при PH1-2, то есть кислой среде. Они выживают в щелочной среде. Их травят разными ядами, и они тоже выживают. А вы такую ахинею пишите, ну, хоть бы посмотрели то моё видео, о котором в этом видео я тоже говорил. Вот то самое от 2014 года, вот это видео, которое я тыкаю везде, но лень же смотреть. Но у всех свои мнения. Ну, так вот, тогда получайте на свои идиотские мнения мои гневные комментарии. Ну, а, например, дикоросы с леса никто не отменял? Ну, так тогда и говорить, что не надо заморачиваться. Надо заморачиваться. Но дикоросы, да, никто не отменял. И они ничего не стоят. Как это не стоят? Вы врёте. Они стоят время человеческого. Если, конечно, вы бездельник, безработный и так далее, допустим, или пенсионер, я не спорю, у вас много времени, вы не хотите его тратить на своих внуков, на саморазвитие, на ещё что-то очень важное, тогда идите в лес, на поле, ждите сезон, год. В правильное время собирайте, если погода позволит и другие обстоятельства, травы, правильно их заготавливаете, потом правильно завариваете, запариваете и пейте. Только тогда знайте, что вы уберёте. Как я уже говорил, и для просто невменяемых людей ещё раз повторяю, как в этом видео я говорил, и в старых всех своих, и в видео грипп-лисичка вот в этом, что травы могут убрать любые, даже самые сильные тех паразитов, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. Если они в виде личинок мигрируют по кровеносной лимфатической системе, в органы и ткани, если они там прикреплены, если они уже окуклились определённые виды, как вот эхинокок, альвеокок, образуя финны, цисты, да, там развитие можете посмотреть. Или трехинеллы, вы попробуйте справиться с трехинеллёзом, которые, вон, бывают, что от продуктов заражаются, вон, целыми командами, как-то были по телевидению, вон, целые репортажи, футбольные команды, ещё когда-то отправлялись, вон, на больничные койки с трехинеллёзом, когда ломает тело так мышцы, что человек жить не хочет. Какие же есть всё-таки недалёкие люди? Так вот, травы вот при таких проблемах не помогут, как не поможет, иногда помогают только хирургические операции, как с эхинококом, альвеококом. Там можно ещё резонансом попробовать разрушить, кстати, не применяйте этот метод, резонансное воздействие не в плане определения паразитов, то есть исследования, а в плане разрушения, потому что эти частоты определённые могут войти в резонанс с тканями, окружающими тех или иных паразитов, и, соответственно, разрушать их. Это только применяется в самом крайнем случае, как альтернатива хирургии при тяжёлых паразитозах, и совершенно не пугайтесь, это не касается вообще всех паразитов. С многими паразитами, с 95% и более, справиться можно вполне самим. Но, впрочем, давайте дальше. Ну и так далее, в общем, дальше он пишет ещё одно письмо, он там расписался прям, вторая часть письма, да. С другой стороны, придерживаясь всё больше, ну это я всё не цитирую, иначе долго, такого мнения, что описывает Шелтон. Всё должно быть насколько можно натурально. Ну так правильно, и что? Совершенно справедливо, и вы могли бы не Шелтона в этом плане процитировать, а меня, ведь я это тоже говорю постоянно. И в прошлом люди ели плоды, ягоды, немытые из куста, и у них были паразиты, и не делали они чисток БАДами. Я в шоке. Гриб-лисичка – это БАД по регистрации, это правда, вы совершенно правы, да, молодец, гений просто. И что? Это не натуральный, по-вашему, препарат БАД-гриб-лисичка? Или если огнёвка ультрав, в которой около 10 видов разных трав в виде экстрактов водных вытяжек, это что, скажите? Хотя это БАД по регистрации, но это не натурально, вы хотите сказать. Это не то же самое, что сконцентрированный из собранных трав отжим. Это уж более натурального быть не может. Вы что пишете-то, ахинею такую? В прошлые времена люди с плоды, с кустов ели, короче говоря, это типа камень в мой огород, что я там говорил, что поднята ягода. Стоп, дорогой товарищ, с куста – это проблемы, как правило, нет. А вот если ягодка упала, и вы подняли, то вы занесёте яйца гельминтов определённо к себе в организм. Знаете почему? Потому что в те стародавние времена не всегда навозом удобряли почву, через которой, то есть посредством промежуточных хозяев в организме животных домашних, скота разного, передаются паразиты – яйца, личинки и так далее. И в той почве, где удобрен навозом, конечно, это кишит. А вот в той, где биогумусом натуральным из растений полученным, перегнивший, перепревший камыш, листовой опад, который год там щипа от соломы и прочее, прочее, там гораздо меньше, чем в той почве, где применялся навоз. И тем не менее, поднятая ягода, её надо либо обрабатывать и мыть, либо не есть. И это просто правило гигиены. Часть этих простых-простых, очень легко выполнимых правил. Вот и всё, и, кстати, про правила гигиены в той старой своей лекции я тоже подробно всё пояснил. Итак, идём дальше. Они не делали с БАДами чистку, они делали с БАДами, которые были травы и грибы, и знания о грибах – древние знания, это занимались тысячи лет назад люди. Так, а паразиты были всегда, как вы, проницательны, точно, согласен с вами. Поэтому наверняка помогали им натуральные природные средства, вменяемые ли человек, ну и чистая в то время природа. Чистая природа, воздух и вода никак не помогали, а средства помогали. В природе животные, которые и тысячи, и миллионы лет назад жили в экологически чистых условиях, они тоже заражались паразитами. Но в природе есть средства, которые действительно помогут избавиться от них, и помогали, и будут помогать. И животные дикие это знали, чувствуют и едят, и избавляются сезонно от паразитов. Как я говорю вам, всем твержу, что два раза в год надо проходить, как минимум два раза в год, антипаразитарную программу. Почему программу набор? А чтобы было гораздо больше шансов, чтобы за один курс месячный, да? Почему месячный? Потому что цикл у паразитов, размножения у многих в организме 21 день. Плюс-минус. Поэтому месячный курс помогает полностью избавиться от паразитов, личинок и яиц паразитов, что не делают никогда никакие травы. Ясно? Нет? Пока еще не до конца. Идем дальше. Думаю, что и сегодня что-то подобное возможно, хотя и сложнее. А я про что говорю? Я говорю, что возможно и даже просто. Так как чистых трав, воды, климат, условия жизни сегодня очень сложные. Вода, климат здесь не имеют значения, иммунитет человека не имеет никакого значения. Иммунные клетки, еще раз повторяю, лейкоциты не сожрут никак и не повредят оболочки этих паразитов. Анкелостом, волосоглава и прочих. Земля просто загажена. Какой вы гений. Ну, я ему про это и написал, что и раньше жили люди на природе, знали природные средства по сезону, гнали паразитов. Начиная от семян укроп до ягод, там, косточек калины, там, и грибными препаратами пользовались еще, как были обучающие даже центры. Волхвы обучали по грибной терапии, скажем, современным языком. А у Дали, у Дали, вы почитаете, у того самого составителя словаря великорусского языка Дали, почитаете, когда он описывает, он же еще не только там составитель словаря, да, может, вы не знаете, я вам подсказываю. Так вот, там очень много интересов, в том числе, какие паразиты, как вы ковыривали заговорами, травами из скота домашнего, например. Вы посмотрите, вы знаете, сколько было паразитов раньше, когда, тем более, люди не соблюдали правила гигиены. Я не говорю там про стародавние времена, тысячи лет назад. Я не говорю про старобрядцев, которые очень жестко соблюдали правила гигиены, жесточайшим образом не пили даже за чужими. Пусть это было религиозные нюансы, но они приводили к тому, что они соблюдали волей-неволей правила гигиены лучше других людей. И жили старобрядцы, кстати, гораздо дольше, на 20-30 лет, чем в средней по статистике вот те, кто выживали в младенчестве и доживали до преклонных лет. Так вот, старобрядцы на 20-30 лет, и это одна из причин. Наталья Воробьёва по-английски. А кто-нибудь слышал о том, что гранатовые корки тоже обладают противоглистными свойствами? Хоть кол на голове тиши, хоть кол на голове тиши. Может быть, вы всё-таки Наталья и другие подобные люди. Сделайте то, что я рекомендую от чистого сердца. Посмотрите вот это моё старое видео, хотя бы то видео, где вы под которым написали подобное. Что я там говорил? Что травы. Гранатовые корки тоже относятся к растительному сырью. Никакие не способны убрать паразитов из организма вообще всех, а способны только в момент нахождения паразитов в кишечнике. Поэтому эвкалиптовые чистки, всякие там Чингисхана методы и прочее, всё это прекрасно, но это может убрать лишь взрослых особей, и то не всех видов, а которые легко могут открепиться, на которых эти вещества произведут воздействие не на все виды паразитов. И действительно, они могут выйти из кишечника. Ну а личинки, цисты, финны, яйца? Нет, конечно, нет. Максим Гаврилов тоже по-английски. Юрий Андреевич, хорошее видео. Но как и какими травами и грибами лечились наши предки? Тогда не было лабораторий, интернет-магазинов, где искать. Тогда люди, в отличие от всех современных людей, которые выросли в железобетонных коробках и учились, как у Пушкина в школах, чему-нибудь и как-нибудь, были знанием. Эти знания были вполне практичные. Не те, которые сейчас, которые вам, 99% ваших знаний, получаемых в школах, в институтах, в принципе, вам не пригодятся. Тем более те знания, которые вы получаете через телевизор и через всяких профанов в интернете. Кому вы верите? Потому что, как правило, люди так устроены, что им верить в то, хочется во что проще, во что удобнее и во что приятнее верить. Вот такая позиция есть. Ну и, соответственно, вы не имеете знаний. А раньше люди имели конкретные, практически, и знали, как лечиться. Тем более в каждых деревнях, поселениях были и бабушки-ведуньи, которые по наследству передавали различные вот эти знания. Ну и, соответственно, лечили и травами, только надо было лечить чаще, больше. И, соответственно, грибами. А грибы те же использовали. Он монастырские травники есть. И там про свойства грибов написано, про разных. Так что всё это было. И было то же самое. Просто попробуйте сейчас всё это сделать, собрать правильно, заготовить и так далее. И ещё ладно, коэффициент важного, полезного действия. Поэтому я объяснял, что лабораторно получить концентрированное вещество, конечно, сейчас можно, а раньше нельзя. И это проще, и это лучше и быстрее воздействует. И поэтому за месяц можно пройти программу, а там не полгода подряд, например, травы принимать. Ну ладно. Людмила пишет, что оригинально. Здравствуйте, уважаемый ещё Юрий Андреевич. Но тут меня сразу совсем неуважительно ко мне отнеслась. Почему? Потому что, смотрите, если хотите, чтобы я поверила вашим рекомендованным препаратам, да я не хочу, чтобы вы мне поверили с таким этим ко мне, таким тоном, как бы, если я прям сейчас падаю на колени и прошу прям поверить мне. Ну сейчас. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос к видео от 3 марта. Ну сейчас я буду прям бежать и смотреть. Обалдеть можно. Мне тысячи людей пишут, сотни тысяч в месяц комментариев только под видео, не считая всяких соцсетей. Слава богу, я их не смотрю, а мои помощники делают. И я сейчас ещё буду вам искать, отвечать. А у меня 20 видов бизнеса, помимо продуктов питания, да, и всяких других нюансов. Я сейчас прям бегу и спотыкаюсь. Обалдеть можно. Какая наглость. Вопрос касается вашей рекомендации о совместном применении препаратов кальция и магния. Тут не по паразитам, но очень интересно. В чём у меня возникло сомнение, поскольку они являются антагонистами. Заранее благодарны. Я вот сейчас прочту, что я ей ответил. Здравствуйте. Не, не хочу, чтобы вы мне поверили. Не являются они антагонистами. Чушь. Они всегда вместе есть. В одном растении. В большинстве из них. Например, во всей зелени. Вот всё, что зелёного цвета, укроп, петрушка, там и магния полно. Потому что зелёный обуславливает цвет, вот как раз хлорофилы, да. В основе которых как раз вот магний и кальций. Вот во всей зелени полно кальция и магния в одном продукте. И они также выпускаются биокомпаниями три в одном. Например, вот той же фирмы Solgar кальций, магний D3. И вы хотите сказать, что они не усваиваются и являются антагонистами. С ними поспорьте. И давайте не со мной. Я на всякую чушь отвечать не буду. Значит, я вот написал, учитесь и не несите чушь, как шариков. Не надо судить о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью, если дословно сказать. Так вот, ещё раз. Для людей, которые умеют хоть как-то думать. Кальций и магний всегда есть в одних продуктах. Более того, без магния кальций полноценно не усвоится. Там есть цепочка взаимосвязанных минералов. Потому что в органической, хилатной форме, в живых растениях находятся они все эти минералы. Несовместимость есть у некоторых витаминов, таких как С, например, и В12. По определённым причинам. По минералам таких проблем нет и быть не может. Ирина Белодедова пишет. Огромное спасибо за разбор. Для меня очень актуальная тема. А у моей мамы обнаружили анемию. Врач выписала фолиевую кислоту и железо. И ни слова о антипаразитарных мерах. При применении лисички быстро вышли листочки, в кавычках, коричневого цвета. Но ещё какой-то комок мигрирует вниз по кишечнику. Что-то, ну это ладно, там не знаю, что женщина имеет в виду. Будем продолжать курс лисички и другие антипаразитарные мероприятия, пока проблема не уйдёт. Благодарю вас за труд на благо разумных людей. Вот это очень правильно, на благо именно разумных. Потому что неразумным это бессмысленно говорить. И мой ютуб-канал для разумных людей. А это как раз, дорогие товарищи, о чём я тоже всегда твержу. Врача любого можно проверить на профнепригодность. Если у вас анемия, железодефицитная или СБ-12. Особенно, конечно, железо меня умиляет. И врач вам не говорит, срочно надо проверяться на аскориду. Как раз потому, что она кровь сосёт взрослые особи, взрослые из кишечника. И других определённых паразитов, то это профнепригодность полная. И врача этого надо гнать поганой метлой. Потому что в основном причина всех анемий. А врачи это вот не говорят, я поражаюсь. Не в том, что человек что-то там не ест или ест не то. Или там мясо не ест. А именно потому, что есть паразиты. Другие проблемы. Это огнестрельное ранение. Это и язвы проводные, когда кровь вытекает. Ну и так далее. Да, тогда тоже может быть анемия. В других случаях её быть не может. Идём дальше. Александр Любанов. Возникает вопрос, а как раньше люди жили? Ну тоже, ладно уж, я такой, побочные там какие-то вопросы есть. Что они употребляли? Что не было паразита? Были-были. И паразиты всегда были неотъемлемой частью из нас. Были-не-были-были. Если это так, а мы от них можем избавиться только благодаря химиндустрии. Это вы кому? Мне? Вопрос. Да, мне. Вы в своём ли уме? Я про химию как раз говорил в этом видео что? Давайте покажем отрывок. Посмотрите. Часто врачи назначают серьёзнейшие такие очень токсичные, страшные на самом деле препараты, например, такие как декарис. Вот лет 30 уже его применяют, и только вот недавно выяснилось, что декарис вызывает рак крови. Поэтому будьте крайне осторожны, не принимайте без самых крайних острых ситуаций такие препараты. Врачи это не знают, многие, к сожалению, не знают. Астриц лечат, например, там перантелом, он страшно ядовит. Вермокс тоже лечат паразитов, многие из вас слышали его, да? Это страшнейший яд, он разрушает печень. Кстати, как и даже трехопол, который предназначен, ну, метронидозол по-нашему, да? Он применяется при простейших многих, но он вызывает тяжелейший случай его долгого применения проблемы, например, вплоть до гепатита. Поэтому разрушение печени идёт. Это всё очень серьёзно. Поэтому вы, видимо, не в своём уме, и я это просто констатирую. То тогда, может, и не так они страшны? Я в шоке. Так, значит так. Если паразиты, их не лапочки назвали, не пушистики, а паразиты, гельминты, черви круглые, плоские, ленточные, которые являются паразитическими организмами, от которых люди испытывают дефицит питательных веществ, интоксикации, повреждения органов, иногда кому и смерть, то они не могут быть не вредны, и никаких алогичных вот таких придумок здесь быть не может просто. Я и написал. Выше подробно одному ответил на этот вопрос. Ну и ссылки смотрите по ссылке в видео. Ольга Олешинцева. Я согласна с мнением других. Ну, некоторые писали там, что очень дороги те наборы антипаразитарные, которые на моём сайте nadgar.ru предлагаются вам. Дальше она пишет. Но по-другому у нас в России не могут. Это такой укор. Что, мол, у нас в России все накручивают много. Да, это она это имеет в виду. Ведь всё для народа, подкалывает она. Только для какого? Ну, я ей написал следующее. Могут по-другому, вероятно, в вашей любимой Европе и США, когда некоторые препараты стоят по 100 и более 1000 долларов. Подумайте об этом. Ну, это различные препараты, которые, так сказать, корректируют какой-то ген там и так далее. Есть такие сотни тысяч. Для них ещё всем миром собирают деньги, наверное, вы видели. Ну, и даже у нас по телевидению такие сборы иногда ведутся. Так вот, давайте так. Вы тогда выступите с плакатами прямо на главных площадях. Или около фармкомпании, которая производит эту химию различную, которая стоит сотни тысяч долларов. Ну, или 1000 долларов. У меня же не 1000 даже это стоит, да? А потом, видимо, для гражданки здоровье не дороже. Ну, и... А потом, я что, зарплаты и пенсии, что ли, плачу? Да, я, может быть, член правительства или президент? Я поражаюсь, какие глупые люди, что мне предъявляют претензии. Или вы хотите, чтобы я, как Христос сотворил чудо, чтобы я из ничего создал миллионы комплектов, наборов из воздуха и всем нуждающимся раздал? Ну, такого чуда, вероятно, не произойдёт. Такого чуда ожидать даже от других людей вы тоже вряд ли сможете. Поэтому, сколько чего стоит, столько стоит и должно стоить. Иначе бы оно стоило не столько, а по-другому. Русьте меха. Эти паразиты у этого блогера исчезли за неделю. Так что, не надо народ пугать тут. Не буду выражаться, как бы хотел, таким матерком, но скажу. Сколько ж глупостей вас, я вот написал ему, как у Шарикова. Цикл развития многих паразитов. 21 день. Для этого надо видео моё было посмотреть хотя бы. Хотя я и в этом пояснил. Вопрос, сколько дней личинки мигрируют по крови. Они что, вы думаете, 365 дней в году мигрируют, да? Если есть циклы. Что каждые 14 дней, как правило, они при активном размножении. Если мы говорим, например, об эскоридах, каждые 14 дней в среднем они выходят и мигрируют 1-2 дня. Вы что, вот я просто в шоке, да? Поэтому, когда пишут, а такое мне человек 5-6 писало. А вот этот блогер снял видео, что всё нормально у него через несколько дней было. И он радостью, гордостью упивается, что вот, сыроедение-то или там голодание помогло. Паразитов-то у меня уже нет. На голод я ушёл, и через 5 дней у меня больше нет паразитов. Я просто в шоке. Я надеюсь, теперь вы хотя бы поняли с моей подсказкой, что не надо ожидать паразитов в крови, то есть микроличинок, первой стадии после выклева из яиц, которые мигрируют в ткани, где проводят второй, там, третий, в зависимости от вида цикла развития. А потом, например, когда вы отхаркиваете тех же подрастающих аскорид, и они переходят уже в кишечник, где, пробуравливая стену, пьют просто кровь, уже вырастая во взрослую усопь и живя там до скончания своих дней, там же размножаются и выделяют опять яйца, а не в кровь. Ну, короче, весь этот цикл повторяется, да? То вы вообще хоть что-то понимаете, что они не могут быть каждый день их видно. А если их через день, два, пять, десять нету, в крови, в капле крови, во-первых, не значит, что в этой капле, во-первых, не значит, что в этой капле нет, а в других каплях есть. Их нет в микрокапиллярах, вы же не из вены кровь берёте, а в сосуды крупных могут быть. Их может не быть и в крупных сосудах, а в тканях они уже закрепились, и они уже растут у вас в определённых тканях и органах, и тогда в крови их просто быть не может. Сколько же у нас сейчас глупых людей? Знания здесь не нужны. Некоторые скажут, это вы знаете, а мы, простые люди, простые люди должны голову иметь. Простые люди с логикой должны быть знакомы со здравым смыслом. Как-то хоть мыслить, ну хотя бы слушать уметь. Если нет мозгов, то хотя бы надо учиться. Ну хотя бы надо слушать то, что вам говорят, чтобы глупости не говорить, а потом ещё обижаться, что вас называют идиотами. А как вас ещё называть? Ну как ещё называть, если вы говорите, думаете как идиот, рассуждая, пишете как идиот? Как не называть таких людей? Что, не называть белое-белое, а чёрным-чёрным? Ну сейчас прям. Я всей этой политкорректностью заниматься не буду. Задолбали. И дальше пишет иена по-английски, а дальше ещё три буквы не перенес. Слушайте, дорогие друзья, пишите свои имена, фамилии, отчества, как хотите. Какие вы есть? Ну хватит называть себя этими идиотскими никами, придумками или набором букв разных. Это как-то нехорошо очень, нечестно. Претензии. Не всё зависит от физической гигиены, но и от психо-духовной. Может, об этом подумать надо? Ну думайте, думайте. Ну говоря об этой теме, вообще-то, конечно, в целом вы правы. Душевное состояние человека, спокойствие его, это очень положительно сказывается на здоровье. Но на здоровье паразитов это не сказывается никак, потому что, как бы вы ни думали, ни мыслили, даже если вы бы обладали, ну скажем, способностью Ванги или какого-нибудь там Эдгарда Кейси или Вольфа Мессинга, то вы бы своими мыслями на эти сложные организмы, высокоорганизованные, со своей защитой мощнейшей, со своей программой и желаниями жить и размножаться, а вы для них инкубатор, так вот вы на них никак отрицательным для них образом не повлияете. Можете в этом не сомневаться. Поэтому вы можете вот этот дешёвый самообман, вот этот вот, мол, расслабиться и жить дальше. А я, мол, надо ко всему относиться философски или быть как бабочка воздушным и порхать с хорошими мыслями, ля-ля, тра-та-ля, там и так далее, то это вот только глупость ваша, а никакое не решение данной задачи. А Станина пишет. Ну она кому-то там, Ольге какой-то отвечает, я просто решил скопировать, сейчас поясню почему. Я вообще-то не себя имел в виду, а пищу я никому в укор не говорю. Только очень много людей, у которых нет возможности, а она вот, мол, кто-то сказал, мол, ну нет, не покупайте. У кого нет возможности купить такой очень дорогой препарат, давайте только будем сразу корректными, такой очень дешёвый. Вот этот набор 14, там, с половиной тысяч плюс-минус копейки, это копейки. По сравнению с здоровьем, а если вы хотите за бесплатное чудо сделать, то, скорее всего, этого чуда не произойдёт. Нет, варианты есть всегда, безусловно. Но, скорее всего, чуда не произойдёт. Так вот поэтому, как можно оценивать, а потом, извините, если это столько стоит. Но если бы это стоило других денег, это бы продавалось по другим деньгам. Идём дальше. У них пенсия всего по 8 тысяч рублей. Что я могу сделать? Ну кому-то я дарю, например, вот прям человеку надо хорошему, я подарю. Прям вот если вот в крайнем случае, если мне понравится человек, а, так сказать, заниматься в убыток себе делом, да, я, конечно, не буду. Или вы, горлопаны, может быть, будете платить хорошие зарплаты моим сотрудникам, которых у меня очень много, десятки. Может быть, вы это будете делать за меня? Умник вы какой, а? Вы ссылку смотрели, сколько стоит этот наборчик, который здесь рекламирует, такая претензия. А вы видели чего-нибудь в своей жизни дороже 14 тысяч рублей? Где-нибудь вокруг себя, в магазинах, неважно, про что речь. Или вы что, сравниваете с химической копейкой из аптеки, которую за 500 рублей можно купить? И типа, дело в шляпе? Да, в шляпе, потом вы миллионы потратите на лечение онкологии и других проблем, на пересаженные почки, которые вы будете в очереди годами стоять ждать, если доживёте. Вы этого хотите или думаете, с вами это не случится, но почему-то случается с тысячами и миллионами других людей? А, конечно, не от этого. Ну да, факторов-то действует на человека много. Вдруг не это подействовало. И вернее, это-то будет, но может быть. Но когда-то, не сегодня, а сегодня вроде вы избавитесь от паразитов всякими там вермоксами, декарисами. Я поражаюсь над тупостью людей. И я пишу этой Татьяне Астаниной. И что мне, революцию сделать? Ну, чтобы пенсии повысить. А я, кстати, в принципе, не против. Только ладно, так сказать, вот не об этом речь. А сколько стоят медицинские препараты по корректировке наследственно-генетических проблем? Сотни тысяч долларов. Ну и не только. Это я так просто к слову. Тысячи долларов очень много. Какие стоят препараты? Вон, только начните лечиться от онкологии и посмотрите, сколько вам будет стоить. А миллионы людей в год заболевают онкологией, например. А вы знаете, сколько? Вот можете открыть интернет, посмотреть, сколько по статистике заражённых на планете аскоридозом. В среднем 1,2 миллиарда человек. Александра Анохин пишет. Здравствуйте, Юрий Андреев. Большое вам спасибо за очередное полезное видео. И спасибо за рекламу ваших продуктов, так как без неё не было бы смысла смотреть видео. Что толку разбирать проблему, если нет возможности её решить? Это пишет разумный человек. И мне нравится его письмо не потому, что он у меня, как бы, вот, да, видимо, хочет купить там, или, по крайней мере, за это благодарит. Просто потому, что это разумно. Я объясняю проблему, даю пути решения этой проблемы. И, соответственно, у человека разумного, у которого нет времени, который не хочет заниматься всякой фигнёй или тому, он не может потратить месяц, ему проще не собирать травы самому, а проще взять и купить готовый набор, комплект. Предупреждён, вооружён. Я объяснил проблему, суть, что это проблема, что её надо решать. Решать её разным путём можно. Можно травами постоянно, вот, прям, постоянно. Потом опять заразились, опять травами, опять. Но только помните, что надо подбирать циклы, надо делать это циклично много раз, и то вы до конца паразитов не убьёте, не выведите, вернее, из организма. Убивать их не надо, надо выводить. Ну и вот свит энд лана, свит, как это, метод Чингисхана один раз в год. Я просто в шоке. Ни хрена вы этим методом не уберёте паразитов, а только тех уберёте, которые в данный момент времени находятся в кишечнике. Ну а дальше пишет Иодида. Так, паразит съест больше ваших полезных веществ, чем вы потратите на банки лисичек. Правильно, абсолютно. Так даже выгоднее кормить их меньше. Ну тоже правильно. А, кстати, аппетит уменьшает. Особенно, кто толстый, это кому-то. А кто уже исхудал, кто по причинам паразит, потому что они съедают, вот говорят, в кого корм, не в коня, там это, там что, глисты, что ли? Правильно говорят, потому что многие, например, ленточные черви, десятков видов, они действительно высасывают просто компоненты пищи из кишечника, и вы недополучаете многие питания. И да, можете худеть по этой причине. Так что тут может быть и ожирение, если в печени, например, паразиты, и если в кишечнике крупные, то и худеть. И да, вы можете просто тогда меньше есть, а больше поправить здоровье, нарастить мышечную массу даже. А вы знаете, что они управляют нашими мыслями, а, кстати, и желаниями? Ну, вот тут человек поясняет. Были обширные исследования, это правило, в институте города Праги, ну и не только там. Учёный доказал, что таксоплазмоз, правда, это не паразиты, это паразитарный организм, но это уже относится к другим совершенно группам, не паразиты. Это вот влияют на молодых женщин и толкают их на совершение аварии за рулём. Кстати, таксоплазма заставляет, когда мыши поражаются таксоплазмой, они бегут к кошке, чтобы кошка их съела. Потому что у таксоплазмы есть определённый цикл развития, как у многих паразитарных организмов и или в нашей теме паразиты, да? Так вы посмотрите моё видео про таксоплазмоз, непременно, очень важное видео. Дальше. Доброе, хорошее? Ну, ладно, хоть так. Юрий Андреевич, вы мне так и не ответили. Почему вы рекомендуете действующее вещество, которое вы делаете, в скобках, синтезируете в лаборатории, когда сами вы всегда против химии? А чё, в лабораториях только синтезируют химию или только синтезируют и больше ничего? А путём экстракции разной в лабораториях что, не получают определённые вещества? Когда вы сами против химии только за натуральные продукты? Да, в прошлый раз вы сказали про действующее вещество. Ну, я для зрителей новых скажу, хиномоноза, да, я говорил, который в лисичках содержится, действующее вещество. Но как оно получается, вы не ответили. Ну, что за враньё? Моё видео, которое вышло уже несколько лет назад, гриб лисичка, я там сказал. Во многих своих видео ответы на вопросы я тоже это говорил. Во многих прошлых видео, да куча где. И вот пишет, как стрижено-брито, оно синтезируется химическим способом. Стоп, стоп. Если вы сейчас спрашиваете, оно синтезируется химическим способом или извлекается из натуральных грибов, то тогда зачем вы меня оскорбили предыдущим своим текстом, где написали, почему вы рекомендуете действующее вещество, которое вы делаете в лаборатории, когда сами против, то есть, почему мы химией? Так давайте вы будьте тогда последовательны. Или вы меня обвиняете, оскорбляете, что мы делаем химию. Либо вы спрашиваете. Тогда всё-таки вы должны спрашивать, но тогда не утверждать ничего. Так вот, я много раз говорил, и тому, ну, проверить любой может, во многих моих видео это есть, что вещество хиномоноза получается в концентрированном виде, добывается из натуральных, природных, диких грибов лисичка, которые собирают лабораторно, потом проверяют, нет ли там химии, где та или иная бригада собирала их, каждую партию и так далее, и уже лабораторно получается чистое вещество, полисахарид, как, собственно, происходит при получении любых грибных препаратов, происходит именно концентрирование, чтобы в маленьком объёме была высокая концентрация рабочих веществ. Ну вот и всё. Будьте добры, не ругайтесь на людей, нормально. Не называйте их глупцами, если им что-то непонятно. А если что-то непонятно, вы спрашиваете. А если вы хотите обвинить, то будьте любезны получать от меня в ответ, соответственно, адекватную речь. Если глупец хочет стать умным, то что в этом плохого? Ничего плохого, нет, только хорошо. Только ясность устраняет все вопросы по данному поводу. А ясность я эту внёс уже давно, и твержу вам лентяем, что смотрите те или иные мои видео. Вот как вы думаете, почему я бьюсь много лет? И постоянно в каждом видео твержу, смотрите те мои видео, которые даны по ссылкам, но людям пофигу, они не смотрят. И вы вот такой же пофигист. Мне чего, индивидуально вам отвечать надо, что ли? Немного ли чести? Или вы, может быть, всё-таки не поленитесь посмотреть и то, что я говорю, всё-таки учесть? И посмотреть те видео по ссылкам под видео каждым конкретным я по темам даю. Неужели это сложно? Я просто в шоке. Дальше пишет Лариса по-английски. Ладно. Юрий Андреевич, а можно понять, что, например, есть паразит без анализов? Как-то жутко слышать, что они есть у всех. И вы так вежливо и мило обзываете нас неучими, что просто боишься что-то спросить? Ну, конечно, не у всех есть высшее образование в этой области, или мы все должны знать то, что вы знаете на обязательном уровне. Нет, вам достаточно знать то, что я говорю, скажем, в своих лекциях и посмотреть некое количество минут, или там, как с лекцией от 14-го года, полной, но очень серьёзной, на 4 часа. Но вы могли бы потратить 4 часа, выписать на бумажку ещё пару часов важнейшую ту информацию, и на всю жизнь знать, как предостеречь себя по максимуму, своих детей и близких, от заражения теми или иными видами гельминтов и других паразитических организмов, простейших, типа лямбли, токсоплазмы и прочее. И поверьте, и 6 часов, и даже 156 стоит того. Ну, там не надо 156, достаточно 6. Мы же доверяемся врачам. Ну и совсем огорчились, посмотрев ваше видео. Ну, вы, опять-таки, только говорите за себя. Может быть, вы за свою семью, не надо за всех зрителей говорить. Однозначно полезное видео, но какое-то унижающее. Во как? Ну, гордыню свою уберите и слушайте. Я вот что чувствую, то и пишу. Лара. Ну, и я вам тоже отвечаю, вот что чувствую. Честное слово. Вот поверьте на слово, я вам отвечаю так, как я чувствую. Вот чувствую, что надо так ответить, и вот прям так и отвечаю. Алла Сергеева пишет вопрос. Каким образом подействует полисахарид лисички на паразитах в тканях? Ведь, по сути, в кишечнике всё это разбирается на микроэлементы. Или я что-то не понимаю. Ну, вы очень правильный, в принципе, вопрос задали, но вы что-то не понимаете. Да, потому что дело в том, что не все вещества разбираются, а некоторые проходят так. Например, все отдельные элементы так и проходят. Монокомпоненты, неразбираемые составные части. Так вот, в данном случае вещество хиномоноза, когда попадает в кишечник, именно поэтому оно идёт в капсулах. Кстати, сразу отвечу, да, тем, кто говорит, а можно порошок? Можно. Высыпать, кто не хочет потреблять капсулы. Хотя, скажу, не волнуйтесь, и веганы, и сыроеды. Эти капсулы получены из целлюлоза, не из желатина, и вы животных тем самым не убиваете. Итак, вы потребляете в капсулах, потому надо так делать, что раскрываться они должны в определённой среде щелочной. 12-перстные кишки, а не кислой среды желудка. Потому что всосаться они должны в кровь в тонком кишечнике, а поэтому раскрыться они должны там, чтобы часть лечебных свойств не убилась в желудочном соке. Это правильно. Поэтому, если вы в порошке хотите, прямо вот хотите и всё, то высыпаете в рот, запиваете, но стаканом воды на голодный желудок, потому что от стакана воды сфинктер между желудком и 12-перстной кишкой открывается, и туда уже проникает вот в непереваренном желудке виде то, что растворено в воде, по крайней мере. Ну, лучше в капсулах принимать. РУС по-английски. Юрий Анатольевич, добрый день. Спасибо вам за такие живые примеры и их ошибки. Пожалуйста, можно вас попросить почаще в ваших видео говорить про детские дозировки? Да, но вы понимаете, опять-таки, смотрите, зачем мне говорить в частности? Вы поймите общее правило. Вот любая взрослая доза того или иного препарата, которая указана у меня на сайте, под любым товаром, и вообще где бы то ни было, вот вы видите взрослую дозу, помните, что детская доза рассчитывается всегда так. Вы берёте массу тела 60-70 кг и берёте какое-то количество, вот пилюль, капсул, грамм в порошке и так далее. И вы просто делите на то крат, во сколько крат ваш ребёнок, по массе меньше 60-70 кг. Допустим, он 6 кг или 7. Значит, делите в 10 раз. Вот вам простой расчёт. Чуть больше, если препарат безвредный, можно давать, не страшно. Но под каждым товаром у нас, в принципе, детская доза либо написана, либо я, вот может быть, где-то это и не написано. Но под товаром набор антипаразитарный точно сказано, как быть детям. Я внимательно ещё раз этот раздел пересмотрю и внесу туда поправки. Но помните главный алгоритм. Самое ценное в моих видео, для разумных только людей, что я даю конкретные алгоритмы, которые помогут в аналогичных ситуациях вам решить ту или иную задачу и ответить себе на вопрос самим. То есть я даю топор, а не дрова, понятно, да? Потому что дрова кончится, а топор условно дольше продержится у вас, проживёт. Кол, о, сок. Спасибо большое, вы умница. Нам всем помогаете, учите неразумных. Вот это правильно, этот человек без гордыни пишет, не выпендривается. Спасибо, что вы есть. Благодарю вас от всей души ко всем порядочным людям, и я со всем сердцем и душой. Не слушайте никого. Ну, имеется в виду таких всяких разных. Учите, просвещайте. А из Германии можно заказать? Можно. В любую точку. Вот смотрите, тоже вот будьте, прошу вас, внимательнее. Ведь в этом видео, под которым вы написали мне вот этот свой душевный комментарий свой, вы ведь должны были видеть в конце, я что там говорил. Поэтому набор в любую точку России, мира мы можем отправить. Давайте послушаем, как это у меня в видео звучало. Заказать этот набор, как и другие грибные препараты лечебные, как и любые другие продукты и наши товары, можно и в Москву, и в любой город России, и в любой город мира, в Австралию, в Новую Зеландию, в Канаду, куда хотите. Смотрите под этим видео, когда перейдете на наш сайт nadgard.ru, как это сделать, заказать, в разделе доставка и оплата. А также ссылочку на набор конкретно вы получите. Нажали и попали на сайт конкретно на этот набор. Изучите информацию под этим набором, как применять, что, в какой последовательности и так далее. Ну вот, видите? Всегда имейте терпение, дослушивайте видео до конца. Так, дальше пишет сладкий мастер. Ну хорошо, Юрий Андреевич, спасибо вам за труды огромные. Я 4 года не ем мясо на интуитивном уровне, так как чувствовал гнилостные процессы при его употреблении. Совершенно правильно, ну, не все чувствуют жалко. А вообще это всё правильно. А после того, как перешёл... Вот, тут мораль такая очень большая. А после того, как перешёл на кето-питание, насмотревшись кето-гуру, стал употреблять мясо, потому что в основном про кето-питание в сети наши, зарубежные товарищи говорят, что надо мясо там, и, пишет человек, понеслось. Жирная кожа, вздутие, проблемы с ЖКТ, слабость, перхоть. Ну, конечно, не у всех, а то сейчас скажут, а у меня всё отлично на мясном кето. Дорогие товарищи, у вас всё... Ой, давайте так, у меня есть видео про кето-питание, да, вот посмотрите его и посмотрите, что будет у вас, у кого сейчас всё хорошо, чуть позже. А почему будет? Ну, там тоже написано всё и разумно аргументировано. Дальше пишет человек, затем, как увидел вас и посмотрел правильное кето-питание, видео моё вот это, да, которое вы всем рекомендуете сразу отказать. Вот правильно человек сделал, он послушался моего совета, и он всё-таки посмотрел то видео, а может быть и другие, о которых я советовал, говорил. И что произошло? Сразу отказался от животной плоти. И как по волшебству, снова восстановился, кожа очистилась, ушли все проблемы с ЖКТ. Успехов вам в вашем большом труде. Благодарю вас за это очень важное письмо в назидание вот другим людям. А2ТВ. Юрий Андреевич, а можно с вами консультацию взять, чтобы вы мне подробно объяснили, как, что мне надо делать, как принимать. Хочу быть здоровым человеком, жить счастливо, поможете ли вы? Без проблем. Значит, под каждым моим видео, алгоритм, я вам даю алгоритм опять, под любым, любым из сотен моих видео есть ссылочки разные. Открываете, нажимаете еще, слово еще. Открываются ссылки в самом конце, где там мои сайты. Там есть индивидуальная консультация. Вот давайте посмотрим, как это на экране выглядит. В увеличенном варианте. Вы нажимаете мышкой, попадаете на страничку, читаете условия. Если они вас устраивают, вы пишите там на почту, которая указана, то, что там написано. И дальше пошагово, даже не задумывайтесь только вперед, не надо на несколько шагов вперед думать. Все уже давно за вас продумано. Просто пишите письмо, что вы хотите на консультацию, условия прочли, согласны. А дальше все будет, как говорится, по маслу. Теперь Елена Уткина. Мне герудо-терапевт, о, супер, да, посоветовала даже и не спрашивать про паразитов. Наперед скажу, что это в США. Тут же пропишут антидепрессанты. Ну, это у нас скоро будет этот уровень знаний медицинских в России. Скоро, я думаю, будет. Из Америки придет. Попросила направление на анализ таковых. Услышала ответ. Знаете, какой? У вас их нет. А как врач мотивировала свою реплику, что у вас нет паразитов, даже не изучив? Вы же не из Африки приехали. Конченая дура, что я могу тут сказать. Так что пишет заключение женщина, вот это, которое мне пишет Елена. Так что не ходите, дети, в Африку гулять. Ну, совершенно верно. Да. Владимир Серегин. Юрий Андреевич, а в чем разница между экстрактом лисичек вашего изготовления и других, или получение экстракта лисичек у всех производителей происходит по разной технологии? Кать, во-первых, по разной технологии. Во-вторых, степень очистки разная. Во-вторых, концентрация действующего вещества разная. А если у них термообработка идёт выше 35-37, то там и не остаётся реально действующих веществ. А может быть, кто-то из производителей просто молотую лисичку туда кладёт. Ну, короче говоря, это просто вопрос экстравагантен в наши дни. И, конечно, просто оригинален. Ну, я не знаю, что сказать. Я понимаю, что у людей жажда есть сэкономить. Ну, экономия, это же ваша воля. Экономить на своём здоровье мне кажется неразумно. Ну, я тут не буду советовать. Будет просто некорректно с моей стороны, как будто я действительно впаривать хочу. Я не хочу. Это ваш выбор, где вы будете покупать. Хотя, надо сказать, здесь ещё один момент важный. Что если люди, вы смотрите мои видео, благодарны мне за это, находите в них много важной информации, пользуетесь моей информацией, значит, вы пользуетесь моим временем, у меня время очень дорогое. Я, конечно, надеюсь на то, что люди будут благодарны мне и по мере своих возможностей, реальных, по совести, будут покупать у меня продукты, товары, приборы разные там, и препараты тоже, методики лечения. А если вы покупаете у кого-то другого, ну, услышав всё от меня, то вы поступаете как непорядочный человек, потому что вместо того, чтобы отблагодарить меня в том числе рублём, ну, как бы в компенсацию потраченного моего очень дорогого времени, то вы вот, если это не делаете, значит, вы не даёте мне развивать мои проекты, каналы. Вы знаете, какие деньги я плачу только в непроизводственной сфере разным людям, кто работает у меня, ну, в IT-сфере, скажем так, там, и так далее, не считая производственную, да, сферу. А есть люди, наоборот, пишут, я как раз у вас и хочу приобрести, чтобы вас как раз отблагодарить, с одной стороны, а с другой приобрести то, что действительно важно, нужно, полезно. Вот это вот позиция честного, порядочного, нормального человека. Фёдор Вохмин пишет, подскажите, пожалуйста, а лист чёрного ореха, он действует только на паразитов, которые в кишечнике? Ну, конечно, ну, естественно, ну, а на каких ещё? Автору Зошкину, нифига себе, неужели такое имя, правда, у человека совпадение, автору Зошкину, он бы помог? Ну, я не знаю. Имею в виду комплексно, если бы по вашей программе выводил паразитов... Я ещё не понимаю. Короче, суть такая, что если дополнительный лист чёрного ореха принимать к моему набору, а это можно, ну, это будет неплохо. Хотя нет в этом смысла никакого лишние деньги трать, потому что в состав вот одного из компонентов входит экстракт растений очень сильной программы, так что это просто не нужно. Пишет Ямик Блик Фролов. Как так? Ух, претензии, как и какое ханство. Полынь же. Отравляет кровь и живущих в ней паразитов. На этом пока остановимся и я прокомментирую. Если бы Полынь, дорогой товарищ, Ямик Блик, но я не думаю, что это Ямик, ваше имя, Блик, фамилия, хотя фамилий таких бывает много. Так вот, я вам отвечу так, что, значит, если бы Полынь, как вы пишете, отравляла кровь, то люди, которые принимали бы Полынь, не жили бы. Хотя я допускаю, что можно выпить такую концентрацию Полыни, что кровь она отравит, а тогда вы умрёте. Вот если вы умрёте, паразиты тоже умрут. А если вы не умираете, кровь ваша всё-таки не отравленная, до той степени, чтобы отказал мозг там и другие органы, то и паразиты там остаются живы. Если дозу увеличить, эффект будет? Не только в ЖКТ? Нет, не будет эффекта. Я объяснил только что почему. Какие есть аргументы? Аргументы, доказывающие, что это не та, а я вам только что аргументы привёл. Дальше идём. И также те, которые ранее приводил, про защитные оболочки этих паразитов. Нет, я считаю, что я не... Вот сейчас время теряю не зря, хотя очень большое. У вас будет, вот по крайней мере, всегда возможность у всех людей обратиться к этой лекции. Вот, дорогие друзья, я очень вас прошу, кто досмотрел до этого момента, вот всем людям, кто пишет всякую хинею в комментариях, кто вам... Где-то вы в соцсетях увидели очередную чушь там, которые люди вот в надежде на халяву будут, так сказать, рассчитывать, что они волшебной палочкой или там черемшой или там полынью всё у себя уберут. И у них всё будет прекрасно. Вот пошлите им ссылку, чтобы они всё-таки это видео посмотрели, чтобы они, может быть, всё-таки и поняли. Людмила Бал. Юрий Андреевич, низким вам поклон за вашу труду. У меня дочь 18 лет, будет скоро ей. Вот не нравится мне её состояние. При её хорошем росте есть дефицит веса, гемоглобинные ретроциты чуть выше нормы. Физически слабая, быстрая утомляемость, бывают болячки на голове, бели, ну да, слабый кислотно-аммиачный запах изо рта, кариеса нет. Ну, это проблема с кишечником. Синдром Дыряво кишечника, мою лекцию смотрите. Почему зожники тоже болеют, смотрите. Сибор, скорее всего, есть. В возрасте 2-3 годика выходила аскорида, ну, и были острицы, а у кого их нет. Лечили аптечными препаратами, ну, вот, подтравили ей печень, у нее ухудшилось пищеварение, и вот вам результаты. Что же вы... Летом 2000 года пропили противопаразитарный комплекс Бутакова, и результаты не увидели. Ну, потому что в Кораллум-Клубе есть хорошие препараты, есть, и я их тоже рекомендую, некоторые только. А антипаразитарка там, ну, это те же травы, поймите. Ну, да и Бутакова говорит честно, что если тот же Аписторх, да недостаточно этого набора, и она говорила. То есть, ну, ладно бы еще туда каруасина, еще что-то, все равно этого недостаточно. Не по всем паразитам травы способны работать правильно, не было результата, а что вы хотите? По органам и системам без особенностей. Питание домашнее деревенское, но это ни о чем не говорит, деревни тоже по-разному люди питаются. Если вы ее пичкаете молочкой, то ясно, что у нее будут проблемы. Ну, вот как девушка, она не наливается в этом возрасте. Есть смысл пропить ваш комплекс антипо? Есть, потому что, во-первых, это антипаразитарная программа, а во-вторых, гепатопротекторная. Также дальше я советую, соответственно, пропить ей курс в которой у меня указано в видео грипп-дождевик. Ну и, конечно, посмотрите, пожалуйста, моих хотя бы 20-30 последних видео, начиная от таких, как то интервальное голодание, раздельное питание, калории, инсулино-резистентность обязательно и прочее. Подскажите, на что обратить внимание. Ну вот я из Казахстана. Ну да, у вас там понятно, молочка, все, вот я и... Ну что-то вы удивляете. Кому как повезет. А в наши дни столько факторов вредных, которые не действовали на вас, на бабушек, дедушек. Любовь Фаверо. Скажите, пожалуйста, ваша антипаразитарная программа работает при любом виде питания? Очень хороший вопрос. Это правда, она работает абсолютно при любом типе питания. Питание здесь не имеет никакого значения на программу, на её эффективность. Я, например, придерживаюсь средиземноморской диеты, переход на сыроедение не получился. Ну он вполне может получиться, если вы будете знать, как и что, и посмотрите эти видео. Интервальное питание, вот это, почему нельзя есть после 16.00 калории, и всё легко получится. Единственное, лучше не есть сладкое и мясо поменьше, или лучше вовсе его не есть. Это просто рекомендация, это не обязательно при прохождении курса. И нужно ли при приёме антипаразитарных продуктов соблюдать определённый режим питания например, того же сыроя? Нет, не обязательно. Алексей Гагарин. Юрий Александрович, здравствуйте. Антипаразитарку, 14.445 стоит она, программу, вы лично тестировали, вот нам с женой не помогли. Ну, эти курсы не помогли. И мне стало интересно, видите, я даже не боюсь вам это зачитывать, почему? Потому что я ясновидцем оказался. Как? Я ему написал на этом. И лично тоже, разумеется, я проходил, мол, что вам не помогло? Курс, набор, полный набор, с огнёвкой, от чего конкретно? Знаете? Или просто на ощущения свои полагаетесь? Он мне отвечает, мы с женой веганы 7 лет. Супер. Два года назад, два года, сдавали биорезонансные анализы, по фалангам, пальцам, точек, ног, там рук, ну, сейчас рукусом, изучают по волновому следу, там, ну, скажем, по таким колебательным движениям, поступательным от разных тканей, органов, там, из базы данной, в компьютере это всё соотносится и выдаётся автоматически, без знания того, кто это, собственно, всё исследует. Ну, и так, примитивно я сказал, что это за биорезонансные исследования. Вот, нашли, что у меня и у неё по 6-7 видов паразитов. Там всегда находят по 6-7 видов. Я же говорил много раз, надо было меня хорошо слушать. Пропили по курсу, видимо, нашему, и не сработало. Да ну, а как не сработало? Может, специалист биорезонанса неграмотный или что-то в этой фазе там? Ну, ладно. Думаю, можно на эти деньги у вас было бы что-то поинтереснее купить. Благо, оно у вас есть. Ну, спасибо, что у нас хотя бы много чего интересного есть, и вы это тоже оцениваете и понимаете. Но скажу вам так, дело даже не в специалист. Я сто раз говорил, сто первый там уже повторяю, что биорезонанса следует то, что есть, было, возможно, это было, остался след волновой остаточный. И всегда говорил, и я же вам, вот вам тоже в том числе, вот в этом своём видео, где я разбирал этого ЗОЖ-блогера с уже восьмилетним стажем сыроедения и веганства, я чётко и ясно говорил следующее, что сначала сдайте биорезонансное исследование. Ну, чтобы знать, на что хотя бы, есть у вас это или было, но прошло, сдавать на иммуноферментный точный анализ медицинский, официальный, лабораторный, точный иммуноферментный анализ крови на антитела к антигенам тех паразитов, которые вы хотите, чтобы вам лаборатория проверила. И вот если бы вы сдали на то, что вам нашли, на 6-7 видов паразитов, иммуноферментные, вот тогда вы могли бы сказать, с большей долей вероятности, и сказать, ну вот видите, ничего не изменилось. Ну, зачем же вы так поступаете? Ну, вы либо лентяй, либо невнимательный человек, я не знаю, либо у вас с памятью проблемы, тогда B12 принимайте обязательно, принимайте, да, там для того, чтобы йод, ну, цинк обязательно, чтобы тренировать мозг, это непременно. А я ему и ответил, естественно, вот вам и ответ. ИФА сдавали, проверяли, сто раз пояснял, что биорезонанс показывает то, что и было, и не обязательно есть, и только ИФА точно скажет, даст ответ. Вот сдайте, и тогда посмотрим. Ой, ОР. Юрий Анатольевич, а можно ли пользоваться комплексом с лисичкой на последнем месяце беременности или во время грудного вскармливания? Спасибо. Очень важный вопрос. На него я тоже сто раз отвечал, но поскольку этот вопрос предельно важный, я ещё раз скажу. Значит, как сдаются препараты на аттестацию и на, скажем так, чтобы выдали сертификат, что это БАД, и продавать его можно официально. Как? Проводится исследование на разных группах животных, потом людей, но не проводится на беременных детях до 6 лет и грудном вскармливании. Поэтому на любом БАДе по закону всегда пишется противопоказание беременным там грудное вскармливание детям до 6 лет. Почему? Потому что это истина? Нет, потому что не проводились исследования. Это не значит, что нельзя. Но до Юры нельзя, это правда, я тоже скажу, нельзя. Люди делали, принимали, да, я говорю, на свой страх и риск. А почему не проводились, спросите, потому что это стоит гигантских денег. Кстати, смотрите мои видео БАДы и фарминдустрии, вот посмотрите, будет очень вам полезно. Ну, не лично, кто пишет, я вообще говорю, тем, кто вот такие претензии предъявляет, что вот, мол, там это не проводилось, что же это тогда за лекарственное? Полынь тоже точно не проводилось 100%. Сейчас век фарминдустрии, миллиардных корпораций, век диктата капитала и сроченных с ним СМИ и, соответственно, разных видов власти, которые будут вам говорить, вещать, запрещать и глумиться, и хаять, и так далее. Всё натуральное, а всё синтетическое будет вам рекомендовать, навязывать, убеждать. Ну, а вы будете постепенно верить, собственно, по мере отупления людей всё больше и больше. А, некоторые, вот я решил даже это включить, есть такой Арсений Кувалдос, ну, естественно, я его, скорее всего, забанил. Голая коммерция, это то, что я, то есть он не слушал, он не слышал, по похрену, он просто увидел, что я продаю курс, да, вот это решение проблемы и сразу, большей частью, бестолковое. А ему ответил Булат Абдрадшитов, он пишет этому Кувалдосу, Арсений, ты сколько роликов Юрия Андреевича просмотрел? Один? Два? Да он не смотрел, я уверяю вас, ничего. Ты просто не в теме, пишет интеллигентный человек. Вывод твой неправильный. Я подписчик Фролова и могу сказать, что пока я не вижу должных врачей, биологов, которые освещают множество аспектов по здоровью, как Юрий Андреевич. Я ему ответил, благодарю вас от души, но человек написал совершенно справедливо, а я Арсению этому написал так, «Дело в том, что мои видео не для безмозглых людей». Вот и всё. Почему он там не увидел? Потому что он смотрит в книгу, а видит фигу. И его злит, что там много, видимо, у меня буков, как обычно пишут такие люди. С таким интеллектом, а этот интеллект выражается в его глупости, бестактности, даже, я бы сказал, подлости, и дури, которую он изложил в этих трёх-четырёх своих там фразах. А я благодарю Булата, моего постоянного зрителя, за честность, поддержку, за разумное письмо, за логику, за констатацию фактов. Ну и, конечно, за высокую оценку мою. Кстати, давайте посмотрим, как иногда разумные врачи, ведь тоже есть они образованные, разумные, которые всё-таки не только учились, а ещё и самообразовывались, что гораздо важнее любой корочки диплома. Вот, например, такое письмо. Как раз это было под одним из роликов по паразитам. Ну ладно. Шулдшек, что-то такое по-английски. Здравствуйте. То есть, этот антипаразитарный набор, наш имею в виду, только восстанавливает клетки печени. Откуда вы такое? Только восстанавливает клетки печени, но, аписторхов не убьют, аписторхов не убьют и не прогонят. Я не знаю просто, как ещё говорить. Вот давайте поставим отрывок, вот прям отрывок, как я говорил в этом конкретном видео, под которым этот человек написал такое, вывод, типа, что он вынес из моего видео. То есть, этот антипаразитарный набор только восстанавливает клетки печени. Давайте посмотрим, где я говорил, что он является в том числе гепатопротектором. И что же я говорил, что этот набор делает? Вот послушайте. Проще просто пропить антипаразитарную программу, потому что стоимость всех этих обследований будет точно не меньше, чем сама антипаразитарная программа, которая является единственной, действующей, полной. Почему? Потому что в грибе лисичка есть такое вещество, хиномоноза. Хиномоноза такой полисахарид, который разрушает внешние мембраны, оболочки гельминтов и даже личинки и яйца гельминтов разрушает и прерывает тем самым цикл развития тех паразитов, которые в организме могут размножаться, а есть такие виды. Плюс в этот набор входят травы, но не какая-нибудь одна-две травки, а комплекс, подобранный, специально разработанный более десяти видов трав, называется огневка ультра. Там есть другие в составе набора вещества, которые укрепляют иммунитет. Например, в составе грибы шитаки полисахарид лентинан, который именно укрепляет иммунную систему. Потому что когда паразиты будут массово гибнуть или выходить, выгоняться, а задача главная выгнать их из организма, да, будет интоксикация, может быть. Вот чтобы препятствовать интоксикации, есть гриб трутовик лиственничный, потому что он как бы помогает печени, он является гепатопротекторным средством. Ну и плюс вот для укрепления иммунитета шитаки. Но все это не просто молотые грибы, как кто-то может подумать, а это действующие вещества, которые получены лабораторно в концентрированном виде. Поэтому в этих препаратах, которые, например, называются там гриб шитаки, например, вещество чистое, концентрированное, лентинант, полисахарид, ну и так далее. Ясно, да? Итак, важна комбинация, важен системный подход, правильный. Ну что, услышали? Я не фантазер? Так что же с людьми происходит? Я поражаюсь? Ну и последнее. Людмила Поречная пишет следующее. А может для детей там все это не нужно? Может программа подешевле? Напишите, пожалуйста, Юрий Андреевич. Я совершенно вот забываю все время об этом сказать, дорогие друзья. Ну поймите, что дети маленький организм. Там далеко не все препараты можно использовать. Некоторые из них там горькие, дети маленькие, глотать капсулы не умеют, как правило. Конечно, там все это не нужно. Там достаточно других мер. Из нашей программы только препарат в капсулы гриб-лисичка, как порошок применять, все вот это я уже сказал сегодня в этом видео. И под товаром набор антипаразитарный подробнее про детей я там еще подробнее изложу. Вот когда вы уже видео будете это смотреть, там уже будет изложено. Теперь, это уже дешевле, да? Ну свеча-лисичка это лет там с 5-6 можно вставлять, но до этого не надо, только порошок вот этот. Ну и вот, пожалуй, огневку ультра тоже стоит применять детям с 2-3 лет. В маленьких дозах. Начните даже с одной трети от того, что я рекомендую. Смотрите, реакция нормальная, постепенно дозу увеличивайте. Все, никаких проблем нет. Можете делать молотые семена укропа, запивая теплой водичкой, либо размешая в одной трети стакана в одной четверти, давайте тоже детям выпивать каждый день 3-4 дня подряд и так 4 раза в месяц. Один месяц. Больше не нужно. Это, пожалуй, все, что для маленьких детей. Надежда Швец пишет. Юрий Андреевич, думаю, вам вообще нет смысла тратить свое драгоценное время на таких людей. Ваш уровень знаний и понимания внешнего мира и внутреннего человека несовместим с многими человекобезьянами. Вам нужно тратить свое время на ваше здоровье максимальное в продлении вашей жизни, ибо она цена для всего человечества. Ну, очень, конечно, громкие такие слова и даже неловко от этого, но я очень благодарю за такую высокую оценку себя. Я лишь, конечно, скажу, что вы правы в том, по крайней мере, что действительно человекобезьяны порой пишут подобное, например, некоторые, я приведу сейчас примеры, но понимаете ли, как не стоит. С одной стороны, не стоит, если речь идет о том, что я себя сам буду жалеть и действительно не тратить свое здоровье и жизнь на всю эту нечисть. Но такой уж у меня характер и обостренное чувство справедливости, и не могу спустить хамам и наглецам в их радости от упоения своей безнаказанностью и якобы право той. И указать им на их место, чтобы, по крайней мере, они заткнулись и поняли, и уже не смогли написать очередную глупость, это для меня, как бы сказать, долг. Поэтому, вот, к сожалению, тут вот, да, трачу свою жизнь на это, но что делать. Но еще раз вас благодарю. Вот, пожалуйста, вам пример. Вера Выборнова. В крови не могут быть паразиты, могут быть другие паразиты. У глистов свое место обитания, это кишечник. Дура, просто дура, идиотка, по-другому сказать нельзя. Ну, хоть бы справочники открыла по паразитологии какие-то, посмотрела бы циклы развития. Кишечники у нее могут быть, аписторхи в печени, аэхинокок, альвеокок, и в головном мозге, и в легких, и где угодно. Во всех органах и тканях могут быть. Ладно, ответила я и так, тупица, они, то есть личинки гельминтов, передвигаются, мигрируют в определенной стадии своего развития по крови и лимфе, в разные ткани, невежда. Привожу ссылку, одну из многих, и вот только по аскоридам, зачитаю кратко, с загрязненной водой и пищевыми продуктами яйца съедаются человеком и попадают в тонкий отдел кишечника. Здесь вылупляются личинки, пробивают слизистую оболочку кишки и проникают в кровеносные сосуды. Стоком крови, через воротную вену, печень и нижнюю полую вену, они попадают в правое предсердие, правый желудочек, сердца, и по легочной артерии в легкие. Вот вам пример миграции в легких, зачитываю дальше. Личинки последовательно переходят из крови в легочные пузырьки, кто не знает, это альвеолы имеются в виду, бронхи, дыхательное горло, и в ротовую полость хозяина, и оттуда вместе со слюной, ну, с мокротой, с отхаркиванием, да, другими словами, вторично попадают в кишечник. Вот вам тупица, пример миграции одного всего лишь из видов. За время миграции личинки линяют два раза и увеличиваются в размерах до двух с половиной уже миллиметров после второго раза. Миграция личинок аскорид длится около двух недель. В кишечнике личинки растут, еще раз линяют, и через два-два с половиной месяца достигают половой зрелости. Продолжительность жизни у взрослых аскорид около одного года. Яйца личинки развиваются в присутствии кислорода. Взрослая форма, строгий анаэроб. Еще раз, взрослые особи многих видов поселяются в кишечнике, но далеко не все. Есть и взрослые особи, которые живут в последней стадии своего развития во взрослом виде до самой смерти не в кишечнике, а в других органах и тканях. И ладно, была бы невежда, но спросила бы как-то с сомнением, что ли, эту мысль свою гениальную изрекла. Но нет, она знаки восклицания ставит. Это просто полный вперед. Ладно, идем дальше. Камислав. Юрий Андреевич, добрый день. Подскажите, программу антипаразитарную можно ли принимать, если есть проблемы с ЖКТ, гастрит, плохой желчаток, или нужно сначала эти проблемы устранять? Очень хороший вопрос. Значит, конечно, есть такие проблемы, когда любые новые продукты, препараты вызывают какие-то отторжения, индивидуальные реакции организма и так далее. Тогда нужно действовать аккуратно. Проверить это можно только практически. В этом случае я советую начинать препараты принимать по одному в день, добавляя или раз в два дня. То есть, не все три-четыре там сразу, а добавляя каждый день либо через день, через два дня по одному смотреть реакции. Под этим товаром, нашим, набор антипаразитарный, все это подробно расписано. А также, у кого есть негативные реакции индивидуальные, что тогда делать? Как приостановить, как потом начинать, как перенести с до на после еды и так далее. Там все расписано. Пожалуйста, следите. А в принципе, с гастритом, колитом, конечно, можно. Безусловно. Просто половину из этих препаратов не до еды принимаете, а после еды, например, через 30, 40, 50, 60 минут вот в этом диапазоне. Вот еще одно дебильное письмо, по-другому назвать его, разумеется, невозможно. Почему? Пишет уверенно и безапелляционно некая Светлана А. Присутствие паразитов продлевает срок жизни хозяина. Это взаимовыгодный симбиоз. Только все хорошо в меру. Ну просто дура. Этой тупице я даю ссылку следующую и пишу. Про эхинокока, про симбиоз. Посмотрите. Симбиоз это взаимовыгодное сожительство двух организмов. Человеку выгоды от паразитов нет никакой. А пагуба огромна. Многие виды паразитов приносят человеку не только потерю, здоровье, долголетие, но даже и смерть. И вот по эхинококу для примера вы сейчас видите какой взаимовыгодный симбиоз. Я просто поражаюсь тупости. Вот действительно профессор Преображенский в известном произведении правильно сказал, что не нужно судить о проблемах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. Понятно? Светлана А. Посмотрите книги по паразитологии. Ну изучите 10-20 видов паразитов, их циклы, жизнь, как они живут и что делают в организме человека. И вот какой вред для человека от паразитов известно, а вот какая польза не только неизвестна, а известно, что пользы нет никакой, а только вред. В своей лекции от 14-го года, большой, длинный, я подробно все это объяснял и видов 10 паразитов, если не больше, досконально разобрал. Так не поленитесь хотя бы повысить свою образованность житейскую, общую, а не быть невеждой и дурой до конца своих дней и нести ахинею абсолютную, за которую вам двойку в школе должны были еще поставить. Кстати, вот одно письмо, я его скопировал с под видео про дебилов, ну где я писал, а, все понятно, если продает, значит это все неправильно. В общем, вот это видео. Так вот. И там Владимир Козис написал следующее мне, а мне наоборот нравится, то, что вы сразу даете выход из положения, а не просто воду льете. Это проблема. Посмотрел видео, купил и использовал, нет проблемы. Не нужно искать, где купить, сомневаться в качестве. Тем более, часто вы даете советы, которые не касаются вашей продукции. Разумеется, так я вам более того скажу и всем дебилам отвечу, что я, например, сейчас вот очень много лекций, десятки уже, говорю про ограничение либо приостановку вовсе потребления в пищу сладкого. Вы знаете, мои старые зрители, что я произвожу много продуктов, которые сладкие, например, живой сыроедный шоколад и так далее. Так получается, я отговариваю и от этой продукции, и продажи по этой продукции у нас упали во много раз. Так мне это выгодно, как бизнесмену? Нет? Тогда прикусите свои поганые, паскудные язычки. Так вот, я всегда в жизни руководствуюсь правилами говорить то, что есть истина, правда, вне зависимости, нравится мне это, не нравится, выгодно, невыгодно, мне пофигу на это. Понятно? Дальше письмо. Я думаю, любой здравомыслящий человек может убедиться в вашей экспертности, безусловно, кто имеет разум. Купить, как минимум, один товар, проверить и после этого не сомневаться и постоянно использовать вашу продукцию. Ну, там, конечно, есть вещи субъективные, такие, как продукты питания на вкус, только понятно, что проверить это ощущение, это субъективные вещи, но тем не менее, да. Благодарю вас, что делаете эти видео, просвечаете нас, что есть возможность покупать органические добавки, ведь у большинства нет возможности выращивать и производить все эти продукты. Совершенно верно. Если бы все люди понимали ценность, во-первых, этих знаний, а во-вторых, полезности ваших продуктов, то готовы были бы заплатить и во много раз больше. Ну, это совершенно вот просто письмо разумного человека. Я благодарю вас за то, что не сам произношу эти слова, вполне разумные для любого разумного человека, потому что у разумных людей мышление одинаковое, а что это сказал человек другой. И вот еще аналогично и больше уж не буду. Анфиса пишет Огромное спасибо, Юрий Андреевич, за ваши лекции. Очень приятно, что они подробные. После таких лекций нет необходимости искать дополнительную информацию. Совершенно верно. Для этого именно такими я их и делаю. А кто пишет много буков, ну или аналоги, дебил, повторяю в сотый раз, мои лекции не для дебилов. Идите стороной. И еще спасибо за магазин, так как сразу можно приступить к лечению. Все есть в продаже. Здоровья вам и долгих лет жизни. Благодарю вас, Анфиса. Совершенно разумно. Совершенно абсолютно просто логично и разумно. По-другому и быть не может. Но есть те, кому это поперек горла. Для таких как раз мое видео про дебилов. Ответ дебилам. А вот лотос, ник такой пишет. Раз людям не нравится, назовите по-другому. Недееспособные. Может так поймут. Потому что только недееспособные могут ходить с полчищами паразитов в своем теле и кичиться. Я здоров. Или у меня анализы не показали. Ну не высел ты их. Вот не показали. Пусть читают паразитолога и ученого Хильда Кларка. Кстати, дамочка та вот тоже умная. Вот Хильда Кларка, ученого, ну почитайте. Называется Умершие доктора не лгут. Шедевр. Рекомендует товарищ Лотос. Я тоже рекомендую. Юлия Соляник пишет. Благодарю за полезное видео. Я тоже пропила вашу антипаразитарную программу. Но теперь поняла, что однократно это мало, так как заражение может произойти в любой момент. Тем более при наличии домашних животных. Дорогие друзья, хочу это прокомментировать. Я всегда говорил с самого начала 10 лет уже там, что два раза в год как минимум для тех, кто более-менее соблюдает правила гигиены, надо проходить два раза в год программу антипаразитарную по заражению. Вторичные могут быть откуда угодно. Если кто-то идеально соблюдает правила гигиены, а их я подробно излагаю в своем видео от 14-го года про паразитов, то раз в год. Таких людей я в своей жизни практически не встречал. Я вижу, что творят люди. Как они тянут руки в рот, как после там трогания дверных ручек могут, не помыв руки, прикасаться к лицу или к пищевым продуктам там и так далее. Короче говоря, объективные вещи есть объективные вещи. У кого есть домашние животные, этот человек в группе риска за исключением случая, когда домашнее животное сидит только дома, а вы каждый день после прихода с улицы дезинфицируете входные коврики, обувь и так далее. Но поскольку люди это, как правило, не делают, то в группе риска находятся все. С обувью вы можете занести яйца гельминтов соответственно в квартиру, в дом, а оттуда через домашних животных получить заражение либо непосредственно, либо грудной ребенок ползает, ну и так далее. Понимаете, да? Это тоже вещи объективные. Поэтому антипаразитарную программу надо проходить два раза в год, как минимум. Кто-то спрашивал, а можно больше? Можно, потому что она является гепатопротекторной еще, там только одни плюсы. Елена Светова пишет, Юрий Андреевич, благодарю вас за спасение человечества. Ну это громко уж, ну я благодарю, что так высоко оцениваете мои труды. Ну действительно, мои чайные надежды направлены на это, по крайней мере, чтобы люди стали разумными и в плане здоровья, ну и серьезно подходили к этому вопросу. Каждый ваш ролик отправляю своим родным и знакомым. Дай бог здоровья вам и всех благ. Сделали большой выбор продукции. А, ну вопрос, почему кедрового масла нет? Ну он временно нет будет позже. Зато есть шикарное льняное и основные другие, вот органовые, ну это вообще самое полезное, но это ладно, объяснять. Есть даже видео у меня с профессором Хусейном из Марокко про его продукцию. Люся Порталова. Благодарю Юрий Андреевич за полезную информацию и поистине китанический труд по оздоровлению населения с оздоровлением человеческого организма. Доступно и понятно, без перегруза медицинской терминологии. Очень много видео на разные темы, спасибо. Благодарю вас, совершенно адекватная оценка моих видео. Владимир Демьянюк. Кто дал право Фролову называть людей идиотами? Право мне дал голос здравого смысла, логики и разума, убежденность в том, что нельзя хаму давать повод для гордости и ликования. Ну и другие объективные причины на то есть, кто мне дал право. Так же, как и право мне то же самое дало благодарить, уважать других людей. А, кстати, ему ответ был дан Ириной Румянцевой. Ну а если вы постоянно его упрекаете, как еще по-вашему таких паразитов называть, причем, да, я бы тут подчеркнул, дело не в упреках, а дело в наглости, надменности, в абсолютной безапелляционности, идиотских суждений и так далее, и так далее, которые они в ранг истины возводят и глумятся, и хамят, и так далее. Дальше она пишет, если тут дают вам бесценные знания бесплатно, не пишите ничего, если с чем-то не согласны. Ну я тут поправлю, можно писать, ну хотя бы как бы спрашивая что ли, да, или, так сказать, вот в желании разобраться, а не вот это ли правильно, а вот как вы считаете, или что-то, ну хотя бы как-то порядочно, как-то корректно, но благодарю в любом случае за поддержку, конечно, так сказать, ваш посыл понятен, я просто хотел акцентировать. А вот еще послушайте наглецы, ну и порядочные люди просто для интереса. Самурай57 пишет, Юрий Андреевич им разбор сделал на полчаса, а они говорят о его самомнении, Юрий Андреевич разбирается в теме, как не разбирается никто из комментаторов, но комментаторам этот факт не мешает продолжать изливать все, что у них есть внутри. Наверное, у таких людей как раз много глистов в организме, да и в голове, ведь чем наполнен человек, тем он и делится с миром. Очень меткое подмечание. Если это читает один из таких людей, то я призываю этого люди, ну видимо не люди, постепенно становиться человеком и включать свою голову или же для начала научиться слушать умных людей и анализировать ими сказанное на основании тех фактов, которые они преподносят. Благодарю, Юрий Андреевич, огромная вам благодарность за труды, вы супергерой наше время. Ну, конечно, благодарю, благодарю от всей души за высокую оценку и за абсолютно разумный комментарий. А другим людям, вот всем, я хочу сказать, вот посмотрите, вот как пишут, аргументируя, чем, что в основе их желания написать, изложить информацию лежит. И посмотрите, для примера, как излагают не информацию, а свою действительно желочь, глупость, идиотизм, те, кто пишет противоположное, как ни единого доказательства, ни единой логической цепочки рассуждений, просто констатации, причем зачастую они настолько объективно понятны, что идиотичны, что для этого не надо знать, обладать какой-то специфической информацией. Просто по-человечески они идиотские. Но зло из них прет, потому они и не могут угомониться. Витя Ц. пишет, благодарю за дешевый способ избавления от паразитов. Я уже два раза пропивал ваши лисички. Эффект от пяти баночек лисичек выше, чем от Парашилд Кораллового клуба. Ну, благодарю. Вот, пожалуйста, оценка насчет дорого-дорого. Человек просто, видимо, тоже залит. Говоришь, нет, это дешево, здоровье дороже гораздо. Максим Гаврилов пишет, заказал набор супруги, дороговато, конечно, но здоровье дороже. Ну, вот кто-то считает, что дороговато, но здоровье дороже, безусловно. Будем лечить анемию. Зачем крем от лисичек в наборе? Да, очень важный вопрос, дорогие товарищи, крем можно, в принципе, не брать, то есть набор, там есть выбор, без крема, но если есть проблемы с кожей, если при лечении гонки паразитов идут какие-то кожные проблемы, и, скорее всего, они идут, или по результатам исследований разных вам выявили, что идут какие-то воздействия воспалительного характера на кожу, то применять его стоит. Но еще раз подчеркиваю, необязательно вы можете выбрать набор без него. Маршал Жуков пишет, какая ирония, сегодня чистил скумбрию, внутри обнаружил 15 взрослых особей паразитов, это не считая тех, что в кишечнике, по справочнику определил, что это были а не закиды, которые встречаются как раз в сельде и скумбрии, вот такой сюрприз замороженной рыбе с рынка, ну а что вы хотели? Любовь Воробьева, спасибо, как всегда, гениально, с уважением, Любовь Воробьева, у меня радость, наконец-то мои дети признали ваш труд, я ждала этого три года, что тогда говорить о чужих? Бесконечно всем о вас рассказываю, спасибо за то, что вы есть, благодарю вас, рад, но действительно, мне часто пишут, вот дети, это большая беда, отцы и дети, говоря о родителях и детях вообще, это извечная проблема, слушают легче чужих, а то, о чем говорят родители или дети наоборот, друг друга, как правило, ну не все слушают, да, это часто, у многих такая есть проблема, но темы хороши мои видео, что действительно, кто не отгородится от них сразу, а будет слушать здравый смысл, логику, то эти люди рано или поздно жизнь показывают, приходят, многие даже писали, правильно вы меня дебилом назвали как-то много лет назад, я теперь только и понял, что я был дебилом и только теперь стал слушать и понимать, а такие письма тоже есть, значит, я не зря бьюсь лбом об стену и дебилов тоже дебилами называю не зря, но вот, пожалуй, и все, долгое видео получилось, благодарю, кто досмотрел, не зря я его снимал в любом случае, хамом, наглецам и идиотам, я, конечно, радоваться повода не дам и всегда закрою им их наглый рот, и тем не менее, я всегда готов к открытой дискуссии, кем бы ни был этот человек, потому что, если он считает, что он меня победил, типа, я не хочу или боюсь, я всегда говорил, я никого не боюсь и ничего, я готов с любым человеком вступить в дискуссию, открытую, можно даже в прямом эфире, вообще по барабану, и если будут такие желающие, ради бога, но только не для того, чтобы вас пропихнуть, пропиарить, и вы на мне так на халяву, это мы тоже будем отслеживать, а так, если видно, что человек и так ведет какой-то канальчик, как вот этот товарищ, ну и так далее, то это пожалуйста. Ну а всем хорошим, честным и порядочным людям я, как всегда, желаю крепкого здоровья, здравомыслия, успехов, ну и до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok